Московские пенсионеры осваивают боевые искусства. Уже почти полторы тысячи горожан серебряного возраста с удовольствием приходят на тренировки по различным техникам. Они уверены, путь к гармонии – это каратэ. Вот так увлеченно отрабатывают все движения. Для участников программы «Московское долголетие» в Федерации каратэ, конечно, разработали специальную программу. Никаких боев и травм. Но как и спортсмены, встают в пары, изучают техники, инсценируют поединки. Здесь у каждого свои пояса. Тренировка подразумевает не просто приходить, что-то делать, а это экзамены, прежде всего, сдача на Q, на определенный пояс. С возрастом становятся хрупкими суставы, возникают проблемы со связками. Каратэ дает возможность укрепить их. Как и помогает развивать чувство баланса, а значит, избегать травм и падений. Занимаются в группе не только мужчины, но и женщины. На каждую тренировку, признается Мария Леонидовна, летит, как на крыльях. Даже в мыслях нет залениться и пропустить. Я и болеть-то перестала, понимаете, только потому, что я прихожу сюда. У нас здесь вот такая энергетика, ну просто, понимаете, как положительность. То, что бои проходят, тренировки. Это же все энергетика, это все оттуда выливается, все наполняется в этом зале. Поэтому сюда вот приходишь, насыщаешься этой энергетикой, и уже можешь горы свернуть. Такие занятия – это еще и возможность общения. Вся спортивная группа уже как большая семья. Бывают и чаепития после тренировок. Вместе отмечают праздники и получение нового пояса. Самые виды единоборств, заниматься которыми можно практически в любом возрасте. Юлия Багамашна, Сиот Борискин, ТВ-Центр.